Квартира приличная, полностью все есть, но трещины везде идут, этого раньше не было. Наталья Попова, как экскурсовод, показывает, как и кто жил в аварийном доме. Владельца этой комнаты неоднократно заливал сосед сверху, даже штукатурка вся осыпалась. Кстати, дом признали аварийным в 2013 году. Всех расселили, осталось две семьи, в том числе и Натальи. Уже тогда он был признан аварийным, изношенность конструкции всего была на 70%. С тех пор состояние, естественно, не улучшилось. Было сложно, говорит Наталья. Чтобы дом в свое время признали аварийным, им пришлось за свой счет провести несколько экспертиз. На это ушло три года. Три года борьбы, но все не зря. Теперь ее семья ждет ключи от квартиры в новом доме для переселенцев. Кстати, он первый в Барнауле. Пока рано вообще-то расставать. Когда уже мы ключи получим и документы у нас будут на руках, вот тогда уже, я думаю, мы выдохнем. Новоселье в доме Набеляева 14 ждут и еще 50 владельцев аварийных квартир. По словам властей, сейчас помещение переводят в муниципальное право собственности. Но все хозяева уже осмотрели квартиры. Кстати, всего в 2023 в Барнауле планируют снести 80 многоквартирных домов. В мэрии называют несколько причин, по которым процесс переселения замедляется. Нередко жильцы не согласны с оценкой рыночной стоимости квартир. Но по статистике властей, суды чаще всего оставляют стоимость оценщиков неизменной. Еще одна причина – долги проживающих влекут за собой запрет на регистрацию. Таких помещений остается менее 40. Мы с ними продолжаем работать. Работаем со службой судебных приставов. Работаем в том числе по снятию запрета на регистрационные действия с Росреестром. А еще в мэрии призывают людей самих включаться в процесс признания дома аварийным. Для этого будущим переселенцам рассказывают об организациях, которые могут оценить ветхость зданий. Более чем по 90 домам организовали разъяснительную работу в части именно информирования населения на предмет привлечения таких специализированных организаций для получения результата и определения все-таки дальнейшей судьбы своего дома. Фактически из этих 90 домов уже 7 признаны аварийными подлежащими сносу. Добавим, как заявляют власти, до конца 2023 года в Барнауле должны переселить 625 человек, чьи дома были признаны аварийными до января 2017 года. Юлия Щепина, Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов, Алексей Фризин. День с толком.